Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы, это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был без господина Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем доброе утро, понедельник начинается программа Добро пожаловаться И ваши звонки, жалобы, предложения, вопросы Пожалуйста, адресуйте по телефону 67-212-93-9 67-213-93-9 Если не хотите звонить, прямой эфир, пишите на номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 И на ваши вопросы будут отвечать председатель правления центра консультации собственников квартиры, председатель БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом управления обслуживания домохозяйств, включая Ватригоснаму Парвалнекс Айвер Гонтарев Здравствуйте, доброе утро, и у нас сразу вопрос по телефонной линии Здравствуйте Здравствуйте Прозвучала информация о том, что может быть понижена температура горячей воды в квартирах Я как феврорически против Мало того, что сейчас постоянно свирепствует ковид, так еще появятся повальные болезни легионеллы Особенно у кого маленькие дети Как можно экономить на здоровье людей? До свидания Ну, ответ очень простой Вопрос заключается в том, что, чтобы не заболеть легионеллой, в любом случае надо соблюдать правила гигиены Независимо от того, какая температура воды в стояке горячей воды У вас есть участок трубы, который отходит от стояка и доходит, ну, скажем, до душевой головки ванны Это примерно литров 5-6 воды Которая стоит И летом, особенно когда 28-30 градусов Там очень хорошие условия для развития легионеллы Легионелла присутствует в любой воде Это данность Просто-напросто есть условия, при которых она очень хорошо размножается Вот это интенсивное размножение как раз-таки при температурах свыше 20 градусов в застойной воде Так что, независимо от того, что мы большую часть легионеллы при помощи повышенной температуры убиваем Если вы регулярно не пользуетесь душем и там несколько суток стоит у вас вода просто в этом участке У вас все равно там будет развиваться легионелла И не исключено, что при определенных условиях она развьется до уже опасных концентраций Поэтому совет очень простой В любом случае, если вы в течение дня-двух не пользовались водой Слейте 5-6 литров воды в канализации так, чтобы не было воздушных капель Положите там или кран откройте так, чтобы спокойно протекла вода Или душевую головку положите на сверное отверстие В этом случае никаких шансов заболеть легионеллой у вас точно нет Спасибо, я надеюсь, что мы ответили на вопрос и успокоили слушательницу Я еще раз напомню, телефоны 6-7-212-93-9 или 6-7-213-93-9 С прошлого раза у нас осталось, вот нам присылали на WhatsApp На номер 2306191 Такое сообщение, я его не успел зачитать в эфире Доброе утро, проживаю в Зепникалнсе У нас есть старшая по дому, избранная Вот с недавнего времени РНП в лице господина Соболева, главного инженера Не выдает документацию о прохождении техобслуживания наших лифтов Значит, вопросы, правильно ли он поступает Можно ли воздействовать на должностное лицо, чтобы он нам выдал документацию Заранее благодарю, Алексей Павел, что ты скажешь? Ситуация странная, потому что еще слышали, когда частные домы управления, частные управляющие домов Каким-то образом могут не выдавать документацию Как фактически сотрудник госучреждения может не выдавать документы Но это звучит странно Но, наверное, их просто нет Или там что-то плохое написано И просто там, ну, ситуация очень непонятная В принципе, она такая не должна быть Вы же стоящего тогда, что нарушается закон Потому что у владельца квартиры такое абсолютное право есть Но эта документация, ведь она выдается в саму Может быть, человек хотел забрать ее То есть, ну, речь идет, вот он тут не написал Что эта документация выдается для ознакомления на месте То есть, человек приходит в домоуправление И в определенные часы ему подготовят эти документы То есть, они не... Их нельзя забрать с собой Их нельзя... Ну, то есть, может быть, он думал, что их по почте могут прислать Или как там? Ну, возможно, это какая-то проблема коммуникации Что спросил, дай мне документы И сказал, ну, я тебе не могу дать документы Может, эта коммуникация была такая Но ознакомиться... Это так называемая часть дела дома И ознакомиться с делом дома У вас есть, как у владельца, такое право Да, ну, конечно, то, что может дом прав Он может указать, каким именно образом Это ознакомление с делом дома будет происходить Где, во сколько, да, и так далее Какие именно документы нужны для клиента Да, ну, вот просто так отказать Ну, это нельзя, это нарушение Правда, это нарушение особого штрафа нет Почему? Ну, по закону, такое право есть Я могу сразу сказать Если у господина есть сомнения в том Что лифты обслуживаются надлежащим образом Или их состояние не соответствует чему-либо То я хочу напомнить, что за состоянием лифтов Наблюдает Бюро по защите прав потребителей Там есть специальное подразделение Вы можете туда запросить Своевременно ли проверялся ваш лифт И все ли проверки и регламентные работы Были выполнены Эти ребята, по-моему, там достаточно быстро реагируют Ну, да, тогда мы надеемся, что ответили нашему слушателю И он перестанет беспокоиться Вот, да, и плюс, если вот с такой силовой точки зрения Тогда если владелец квартир, он что-то запрашивает Ему не выдается и в законе не прописан штраф То если ПТАЦ спрашивает и ПТАЦу не выдается А там уже у них совсем другое есть Право наказать тех, кто не отвечает за Или там не соблюдены какие-то правила и так далее Или не отвечает их запросам У них действительно есть административная сила Уже потом по-другому карать Если что-то не соблюдается Уточню еще один момент Если вы хотите обращаться в ПТАЦ То первый раз вы должны письменно, документально подтвержденно Обратиться в РНП и попросить предоставить вам информацию Если РНП не проигнорирует ваш запрос И в установленные сроки не ответит Либо ответит отказом Тогда смело, прилагая к письму, обращайтесь в ПТАЦ Тогда точно вы попадете в точку Ну вот здесь Это уже, по-моему, кто-то прислал другой Пишет На собрании мне обещали показать дело дома Это уже другой человек А потом просто не поднимают трубку И не отвечают на e-mail Что делать в этой ситуации? Начните с письменного Заказным письмом или e-mail С электронной подписью Фиксируйте свое обращение Прошу меня Ну нельзя говориться со всем делом дома Наверное, это не совсем правильно Есть разделы юридические Есть раздел технический Есть раздел финансовый и так далее Надо все-таки как-то Указать более конкретно С чем вы хотите ознакомиться И письменно запросите И в течение двух недель вам должны ответить Если нет, ну начинайте жалобы Две недели это вот срок Который для ответа Отведен по закону Ну не скажу, что по закону Это нормальный срок Разумный срок для того, чтобы ответить Ну то есть если через две недели не отвечают То тогда можно обращаться уже Ну с жалобой В зависимости от того Кто является вашим управляющим А тогда куда обращаться Действительно в зависимости Какая здесь разница Есть куда обращаться Можно обращаться В артамент жилья Они вроде бы как Там немножко Или к самому мэру обращаться С частными организациями Попробуйте вообще Птаться эти вопросы не регулируют Но по крайней мере Он имеет право Они как правило Если вы говорите Что вам нет ответа Они как правило тоже запросят И ставят на контроль Чтобы человеку ответили Хотя бы А дальше уже в зависимости от ответа Но по закону Строго по закону Вы имеете право Обратиться с просьбой Познакомить вас с делом дома И управляющий обязан Дать вам возможность ознакомиться Вы совершенно справедливо сказали Что в этом случае Человеку можно положить документы Дать место Где будут лежать эти документы И дать возможность Спокойно ознакомиться Но перед этим Человек должен расписаться Что он ознакомился С этими документами Что ему привыкли Ну Он видел эти документы Была возможность На этом все Проблем я не вижу Так А тут вот как раз пришло Еще дополнительная смс Меня в деле дома Интересовали Как Какие работ Ремонтные работы Проводились Сколько они стоят Кто проводил работы Акт проведения И принятия работ Вот Ну я понимаю Что возникли сомнения Все ли там было Правильно Ну В принципе Я здесь вижу Еще одно нарушение Сразу в самом вопросе Со стороны управляющего Ежегодно Управляющий По закону Должен предоставить Так называемый План управления В котором Как раз таки И перечисляется Основной раздел Плановые ремонтные работы Там с ориентировочными суммами И так далее С метами Со всем И второе Ежегодный отчет Об использовании Финансовых средств Собственников Компания В котором тоже Должно быть указано Проведенные Куда ушли деньги Я не говорю Там зарплата дворника Или что-то еще А именно Накопительный фонд Совершенно четко Должен был быть Расписан Сколько денег Поступило В накопительный фонд Куда они ушли На какие цели Кто исполнитель Какие суммы И сроки То есть это Человек должен был получить Может быть ему стоит Поинтересоваться Может быть он просто Эти бумаги в свое время Вместе с бумажным спамом Выкинул Может это все Вот у нас в кооперативе Это все на сайте Неси Пожалуйста заходи Смотри Вся история С 2014 года Ремонтных работ По каждому дому То есть А может Может ли так быть Что эти документы Поступают старшему по дому Для того Чтобы он дальше уже Знакомил Там интересующихся Может быть Потому что То что мы называем Ставшим по дому В законе написано Как контактная персона На самом деле Ставшим по дому А контактная персона Согласно закона Ее главная функция Обеспечить Поток информации Между управляющими Жильцами И набор То есть Если ставшему по дому Выслан И он не распространил Дальше по дому То это нарушение И он не выполнил Свои Собственно говоря Функции Для которых он был Одна из функций Для которых он был Ну да Тут вот человек Уточняет Что он хотел Сравнить На что Были потрачены Деньги И что конкретно Было сделано Ну вот В ходе ремонта У него есть Такая возможность И его право Святое Если он Собственный Опять-таки Здесь надо подчеркнуть Если он Собственный Хорошо Я думаю Что эту мы Тему Как будто бы Уже Достаточно Полно осветили Еще раз напомню Что звонить Можно по телефону 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Но кто-то Вот предпочитает Удобнее писать Задавать вопросы Письменно На номер 2 3 0 6 1 9 1 Сергей Сидорко Айва Гонтарев Отвечают на ваши вопросы Вот Недавно Прошла встреча Латвийской ассоциации Больших городов Где вы Сказывались Самые разные Вот В точки зрения Как можно Сэкономить Как сократить Потребление Энергоресурсов И там Выдвигались Даже какие-то В общем Идеи Сократить И уличное освещение То есть там Через фонарь Там освещать И где-то Снизить температуру В помещениях Ну я понимаю Что речь идет О муниципальных Там И государственных Учереждениях Вот Будет ли Вот Могут ли Домоуправления Тоже Каким-то образом Там Не знаю Лампочки Где-то Выкрутить На лестничных Площадках Там Где-то сократить Время Освещения Или Ну вот На чем Можно Будет ли Экономия Проводиться В домоуправления Я не знаю О чем Идет вещь Допустим У нас В кооперативе Общее освещение Давно На LED Лампах Что ты там Можешь сэкономить Ну хорошо На подъезд Стоит 5 лампочек 3-х ваттной Мощности То есть 15 ватт И плюс К этому Стоят Сенсоры Которые Включают Когда Лампочка Только тогда Когда уровень Освещенности Падает Ниже Установленного И когда Есть движение Ну что ты еще Сэкономишь От 15 ватт Давайте мы Сэкономим Еще 5 ватт Ну у меня Таких подъездов 100 Ну 5 ватт На 100 500 ватт Мы можем Сэкономить В час Ну Не знаю Понимаете Я могу сказать так Что если Освещенность Вообще освещенность Это же не только Комфорт Это еще безопасность И Снизив Освещенность Улиц И Дворов Наверняка Мы получим Сплеск криминала Хотя он и так Если будет Очень тяжелая ситуация Он и так будет Это первое Второе Ну Сэкономить На тепле Ну давайте Понизим Среднюю температуру В доме Допустим У нас Средняя температура В доме Была 20 градусов Давайте Сделаем 18 Но это же означает Что у кого-то Будет 15-13 Потому что Дома не готовы К тому Чтобы Среднему Равномерненько Снижать температуру Они Все дома Имеют Неравномерное Распределение Отопления Значит В части Квартир Будет Все равно Ну скажем Условно Тепло А в части Будет Лютый холод Ну и Какие будут Медицинские Последствия Какие будут Вообще Там Последствия Можно ли будет Жить А что будет Созданием При такой Температуре Там В 15-13 Градусов И начнется Леплесень Такой вариант Экономии Он возможен Но можно И не топить Тоже можно Скажем Принять решение Пока на улице Плюс Не топить Можно Но к чему Это приведет Ну да То есть Ну вот эти Планы Как-то сократить Потребление Энергоресурсов Они Выглядят Пока Малореалистичными То есть Ну Сэкономить Не очень Получится А вреда Может быть Даже больше То есть Такая Я боюсь Я боюсь Что эта Экономия Будет Не За счет Мероприятия А за счет Кого-то Кто-то Недополучит Кто-то Получит По полному Объему А кто-то Недополучит Вот чего Я опасаюсь Это первое Второе Но Так можно Многие проблемы Ищут Давайте Меньше Есть Меньше Ходить Обувь будет Целей Ну и так далее Я не знаю Здесь Варианта Какого Но я Такого Сразу Сказать Что можно Обсуждать Эти планы Возможно Там В плане Городского Освещения Это солидные Цифры Но Скажем В плане Домового Хозяйства Не особенно У нас Между тем Звонок Здравствуйте Алло Доброе утро Доброе Будьте Добры Вот Если Заходит Речь Об Экономии Энергии Да Знаете Вот у меня Такой вопрос Появился Интересно Сколько Стоит Бюджету А Конкретно Сколько Уходит Из моего Кармана В качестве Налогов На Обогрев Освещение И уборку Такого Замечательного Архитектурного Монстра Как Замок Света С его Сумасшедшими Метрами Кубическими Пространство Спасибо Слов Нет Это здание Признано Самым Неэнергон Неэффективным За последние Годы Построено Потому что Оно Строилось Исходя Из Энергетики По-моему 70-х годов Стандартов 70-х годов Это одно Второе Если вы Внимательно Читали Прессу Я не знаю Касается Ли Это Замка Света Проскочилась Статья О том Что Часть Библиотек Закроет Может быть И замок Тоже Проскочилась Статья Была Заметка О том Что Будут Каким-то Образом Объединять Эти Библиотеки На Зимнее Время Законсервирует Часть Помещений Библиотек Не знаю Насколько Это тоже Какие Даст Большие Это даст Большую Экономию Я могу Сказать Если Замок Света То Не знаю В свое Время Отопление Значало Цифры Если не Ошибаюсь До 40 Миллионов В год Сейчас Если Мы Эти цифры Должны Смело Множить На Три Стоит Там Хорошо Энергия Стоит Хорошо И Действительно У нас Планированы Такие Ну Скажем На Расточительное Использование Ну Просто Я к тому Что Замок Света Все-таки Это Как бы Центральная Библиотека Главная Библиотека Страны И Сколько Площадей Занимает Сама Библиотека Пару Читальных Залов И плюс Хранилища Которые Закрыты Которые Там Находятся Немножко В стороне А Все Остальное Что Вот Этот Центральный Зал В который Вы Заходите Ах Небо Не видно Разве Библиотеку Это Здание Которое Было Думано Ну Не знаю Символ Вот Символ Будем Содержать Ох Говоря Продолжая Эту Тему Продолжая Тему Энергозатрат Проскочила Опять-таки Информация О том Что Премьер Наш Выступил С тем Что Правительство Компенсирует 50% Затрат На Отопление На Этот Тяжелый Период Будет Насколько Это Будет Возможно Известно Ли Вот Как Этот Пакет Адресной Этой Поддержки Будет Осуществляться Потому Что Пока Это Звучит Как Предвыборное Обещание Может Быть А Что Конкретно Известно Ли Вот Например Вам Каким Образом Мотив Что Было Известно И Думаю Что Схема Подразумевается Такая Для Общего Пользования До 50% Но От Цены Свыше Чего Либо У нас Было Так Рига Допустим Не Получала Практически В прошлом Году Поддержки Потому Что Все Что Было Свыше 70 Евро За Мегаватт То Компенсировалось А Все Что Было До 70 Не Компенсировалось Сейчас я думаю Тоже Будет Цена Будет Где-то Уже Все Близится К тому Что С ПВН Будет 150 Евро Как минимум За Мегаватт Скажет Что От 120 Евро 50% Примерно Так Я ожидаю Примерно Что-то Я могу ошибиться В цифрах И формулах Но Примерно Так Потому Что Индивидуально Каждому Оказать Поддержку Не знаю Смогут Скорее Всего Это Будет Некая Компенсация Тарифа Которая Будет Считаться Сверх На данный Момент Олег Очень Тонко Подмекнул Это Предвыборные Лозунги Или что-то Другое Пока Это Все Выглядит Как Предвыборные Лозунги Так Как Высказывается Только Общие Цифры Что Идет Речь О 300 Миллионном Пакете О том Что Будет Принято Решение 9 Августа Но Стань Сила Она С 1 Октября Все После Выбора Так Что Конкретно И как Это Будет Скорее Всего Сергей Будет Прав Что Это Будет Свыше Чего То Рига Опять Не Квалифицировалась Не Будет Квалифицироваться И Что Конкретно Это Мы Узнаем На Следующей Передаче Скорее На Передаче После Следующей Так Что Будем Ждать Что Наши Политики Какое Решение Примут 9 Августа Ну да Тогда Может быть Мы сможем Обсудить И Насколько Это Отразится На жизни Владельцев Квартир И Насколько Это Действительно Будет Ну Как-то Реализуемо Знаете Только Я хочу Предупредить Мы можем Сколько Угодно Обсуждать Но Какая Цена На Теплоэнергию Будет Первого Активио Никто Не Судя Потому Что Сейчас Поведите На Споте На Рынке Там Нас Еще Ждет Очень Много Удивительного Постом Языком Черчат Пляж В Бирже Сейчас Ну Да Но С другой Стороны Мы Видим Желание Полностью Сейчас Отказаться От Российских Энергоносителей То есть Это Очень Твердое Решение Я понимаю Которое Будет Реализовано И Вот В связи С этим Насколько Наша Страна Готова Обеспечить Сама Себя Электроэнергией Потому Что Сейчас Глава Сады Высказался Даже Поставил Сроки Через Год Или Три Латвия Должна Полностью Обеспечить Себя Электроэнергией Ну И Там Речь Шла Про Развитие Солнечных Батарей Как Способ Ну То есть Что Якобы Сейчас Очень Активно Начинают Их Устанавливать И Частные Дома И Даже Многоквартирные Дома Да И Им уже Некуда Сдавать Излишки Электроэнергии Садовая Стыклос Не Можете Латвэнерго Принять Назад Лишнюю Электроэнергию Уже Начинает Контролировать Не Слишком Ли Много Вы Сдаёте А Вообще Я Хочу Сказать Так Я Вообще Не Хотел Дискутировать На Эту Тему Потому Что Для меня Между Должен Отказаться И Отказался Очень Большая Дистанция Но Громадная Дистанция Когда Мы Не Должны Будем А Когда Мы Будем Иметь Явную Возможность Отказаться Тогда Можно Дискутировать Сейчас Должны Но Есть Политическая Цель Устроили Мы Коммунизм Теперь Мы Строим Энергию Независимость Я Не Знаю Солнечную Энергию Построим Значит Хорошо Хотя На самом Деле Не Очень Верится В том Что Это Будет Реализован Насколько Да Солнечную Энергию Олег Я могу Добавить Потому Что Действительно Сейчас Запросы Садалстейклс И Ауфрегум Садалстейклс Сейчас Очень Высокий Стороны Предпринимателей И Они Сделали Свою Домашнюю Стречку Даже Очередь На Те Кто Ждут Но Это Я Именно Имею Ввиду Промышленные Те Которые Не У Себя Дом Хотят На Крыш Поставить Те Которые Могут Которые Мы Покупаем Которые Мы Производим И Из Чего Мы Производим Здесь Очень Важно Чтобы Мы Электроэнергию Не Производили Из Газа С Которым Сейчас Непонятно И Из Этого Запрос Сейчас Едет Очень Большой Ну Как Посчитали Если Все Построится Тогда Действительно Мы Свой Баланс Электроэнергии В Ближайшие Три Года Качественно Улучшим Потому что Сейчас Раньше Это Вообще Никому Не Надо Было Сейчас Друг При этих Обстоятельствах Все Предприниматели Они Сказали Ну Хорошо Давайте Мы Будем Строить Солнечные Парки Дать Нам Мощность И Друг Садалстейкс Говорит А Мощности Больше Нет Ребят Все Выбрано Вот Сейчас Давайте В очередь Сейчас Вопрос Насколько Сам Латвенерго Весь Концерн Садалстейк Насколько Они Быстро Сумеют Сориентироваться В этой Ситуации И Не Сами Участвовать Каким-то Образом Через Медленную Бюрократию Свою И Также Строить Солнечные Панели Потому что Они Также Строят Как бы В конкурентном Ринке Свои Солнечные Панели А наоборот Фокусироваться На том Чтобы Развивать Саму Сеть И По возможности Больше Людей Предпринимателей Смогли бы Сдавать Ту Энергию Которую Производят В сеть Вот в чем Проблема Здесь Опять Ты сказал Как член Правления СА-20 Ты поднял Свои акции И что Ты же не молодец А так тебе Прошли Предприниматели И говорят Давай Слушай Мы будем Строить Дай нам Просто Мощность Они должны Сейчас Фокусироваться На том Как перестроить Свои сети Так Чтобы По возможности Больше Предпринимателей Могли бы Это сделать Потому что Сейчас инвесторы С Эстонии И с Литвы Сюда пошли Почему Потому что Их Латвэнерго Не смогло Это сделать В свое время И у них Вся сеть Уже Не может Воспринимать Ничего нового Это уникальная Возможность Латвии Что у нас Эти свободные Мощности Были Но Латвэнерго Проспало Потому что Эти мощности Они могли Мультиплицировать То есть Сделать так Чтобы Еще Они могли бы Больше сделать Что они делали Это реальные Факты Вот Поскольку Я задействован Тоже В постройке Таких парков И они Вместе с нами На конкурентном рынке Делали Еще больше Еще выше Предложения Для там Землевладельцев По аренде По покупке И так далее Это государственные деньги Ты не там Фокусируешь Ты не должен Фокусироваться На рынке И что-то там Своим Ситуацией Монопола Как это Возетесь на рынок А наоборот Фокусируешься На сеть Развивай ее Чтобы любой Мог сдавать В любом объеме В том числе В Литве Создали парк Где Ты можешь Стать Как любой Житель Можешь стать Частью владельца Солнечного парка Каких-то мощностей Которые Куда ты можешь сдавать Потом Перепродавать Хранить И так далее Откуда Нужно Государство Смотреть У нас Извините Опять Как через колено Все Ну вот Куда Иди не в рынок А ты Создай Как государство Все для рынка Чтобы максимально Все были Было выгодно Сдавать И И работать Они Как это Они делают Какие-то лишние Барьеры Потому что Ты пришел И за Государственные деньги Все просто Скупил И сделал Монопол Да И мы же В конце За этот Монопол Как пользователи Будем платить Потому что Извините Я видел Реальные сделки Мы согласовывали Сделки Приходит Латвенерго Своими Государственными Буджетами Поднимает Цену Два-три раза Которая Не сопоставляется Ни с какой Рыночной ценой Вот вам Реалии Что Вкроется Под этими Заявлениями Что происходит Реально В этой Отрасли Солнечных парков Да На данный момент Есть очень большое Востребование В этой отрасли Да Но это Электроэнергия Это не теплоэнергия Это Это только Одна часть Еще бы сказал Все-таки Усилил То что Скалаева На самом деле Проблема Альтернативной Энергетики Как ветвиной Так и солнечной В том что То густо То пусто Вот кстати Густо и пусто Не совпадает С пиками потребления Может быть так Что Сейчас можно Максимально Выработать На этих источниках Максимальное Количество энергии Значит ее нужно Где-то Саккумулировать И вот тут Начинается проблемка А проблемка Заключается в том Что Одна из главных Проблем Заключается в том Что По всем данным Энергетиков Вот фасильное Или традиционное Топливо Которое мы Используем Газ Или уголь Там Это топливо Оно Чтобы создать Запас Ну скажем Наверное В один мегаватт Энергии Для Электроэнергии Выработанной При помощи Альтернативных Источников Затраты На Аккумулирование Электроэнергии Из электроэнергии Из электроэнергии Источников Вот На сам аккумулятор Они примерно В тысячу раз Больше Чем создать Как хранилище Для одного Метра кубического Газа И вот тут Начинается Проблема То есть Пока солнце Светит А ветер Дует И причем Он дует Не сильно Не слабо А оптимально А солнце Светит Там Совершенно Под определенным Углом У нас Электроэнергия Завалилась Но как только Эти условия Начинают Меняться То Или мы Когда Эти энергии Завались То надо иметь Аккумуляторные Станции Это те мощности Которые Говорит Айвер Это мощности По приему Ну как Что значит Если у нас Там работает Промышленность У нас пики Потребление То вся эта Мощность Уходит А в данном Случе Генерируется Мощность Которую Нужно Закачивать В аккумулятор Эти станции Причем Эти станции Никто даже не знает Какие они должны быть Потому что Это не газохранилище Это не Бункер С углем И это Там Не бочка С мазутом Это Нечто Весьма И весьма Дорогое И Еще не готовое Поэтому Я бы сказал так Ни в коем случае Не сказать Что Альтернативные Источники Энергии Это плохо Но можно ли Только на них Выжить У меня Громадные Сомнения Поэтому И даже Скажем И гидроэлектростанции Они были В свое время Нужны для чего Чтобы покрывать Пики Вот когда Допустим Идет Выработка При помощи Традиционных Способов Электроэнергии Но Бывает Там Вечерний Пик Потребления Или утренний Пик Потребления Вот в это время Подключаются Гидроэлектростанции Которые Повышают В пиковые Моменты Выработку Электроэнергии Как это будет Здесь сбалансировано Я не знаю Ведь Вся эта чехарда Которая сейчас С газом И со всем остальным Она была вызвана Именно тем Что необоснованные Были Надежды На Ветровую Солнечную Энергию В Южный Евро В основном В Южный Евро Когда провал Получился С ветром И солнцем И оказалось Что все Закрытые станции И когда это Как раз Произошло Ковид Когда потребление Резко упало Объективно Мы не ездили Не летали Не ходили Ничего не делали И производство Тоже сокращалось Потому что потребление Как только ковид Отпустился Оказалось что Электроэнергии не хватает А была надежда О ребята У нас всего хватает Чтобы лампочки В доме горели Поэтому Здесь делать Ставки Я не верю Что будет Возможен Отказ Значит будет Атомный Электроэнергий Что-то должно Быть стабильное Которое Имеет Хорошие Скажем Возможности Держать запасы Электроэнергии Энергии Вообще Эстонцы Это Сергей Уже решили Как раз так Ну эстонцы Сланцем пользуются А мы чем Ну да Потому что Тут у нас Как раз слушатель В тему И написал Это получим Минут 10 назад Что сегодня Например По Латвии Солнца нет А солнечные батареи Они могут Вырабатывать Электроэнергию Ну вот В пасмурный день Им просто Солнечного свет Хватает Да Сколько процентов От своей заявленной мощности Вот вам 5 процентов Проблема самая То что Сергей Гаврилов В накопителях Потому что В основном Если вы посмотрите Витерные карты Тогда ветер Дует ночью Ночью у нас У нас потребление В государстве Маленькое Но Ветрная энергия Она действительно Самая дешевая Самая эффективная Но Она Появляется ночью Ночью Ее никогда Не надо Если вы посмотрите Исторические показания Бывало Что ночью Электроэнергия Уходит в минус Такие времена Тоже были Я не могу забывать Мы за ценой Мы за ценой Не постоим Был такой лозунг Деньги Не проблема Сергей Да В нашем государстве Но между тем Нам И холод Тоже не проблема Зато цель Будет достигнут Ну это Немножко Неинженерный подход Ну да Нам показывают Что время К сожалению Наши программы Завершилось Мы Продолжим Наверное Эту дискуссию Разговор уже Может следующий Понедельник Сергей Сидорко И Айвар Гонтрев Отвечали сегодня На ваши вопросы Это была программа Добро пожаловаться Всего доброго До свидания